Одна из главных тем на встрече с главой города – строительство новых школ. Для Октябрьского района это особенно актуально. Почти четверть всего жилья строится здесь. Глава города подчеркивает, в ближайшие годы число самарских учеников вырастет примерно на 5000 человек. При этом, согласно указу президента, все школы должны в будущем перейти на одну смену. В Октябрьском районе уже найдено несколько площадок для новых школ. Мы, кстати, в Октябрьском районе планируем несколько площадок. Одна вот здесь недалеко, на улице Врубеля. И три площадки – это территория бывших войсковых частей в границах Николая Панова, проспекта Масленникова, Маломосковска, Новосадовы. Вторая площадка – территория завода «Зим» и территория завода 4-го ГПЗ. Вот четыре площадки, где планируется развитие данной инфраструктуры образовательной. На встрече с жителями глава города рассказывает о планах по ремонту дорог. В этом году приведут в порядок 17 улиц, в их числе Волжский проспект, Осипенко, Полевая, Антонова-Овсенька и ряд других. Кроме того, проектируется магистраль, которая соединит улицы Николая Панова и Врубеля. Начинается ремонт проспекта Кирова. Это такая артерия промышленная для нашего города. Там очень серьезный объем работ предстоит. В прошлом году я неоднократно говорил о наших планах зайти на эту улицу. В этом году там начнутся ремонтные работы. Мы будем двигаться несколькими этапами. В этом году будет этап от Южного моста до улицы 22-го парсъезда. До 2018-го запланированы масштабные работы по благоустройству. Во-первых, реконструкция четвертой очереди набережной Волги. Здесь планируют разместить светомузыкальный фонтан, детскую площадку, продлить велодорожку. Главный архитектор представил жителям и вариант оформления территории у музея «Самара космическая» и ремонт фасадов зданий. В Октябрьском районе в рамках подготовки города к чемпионату мира 2018-го года проводятся мероприятия по ремонту фасадов и крови многоквартирных домов. На фасадах домов по улице Новосадовой 22, улице Осипенко 20-24 будет реставрирована мозаика. В мае начнется благоустройство улицы Челюскинцев на участке от Новосадовой до проспекта Ленина. Здесь ликвидируют несанкционированную уличную торговлю. На встрече и сами жители задали много вопросов. Спрашивали о проблемах в сфере ЖКХ, беспокоились о возможном строительстве здания арбитражного суда. Скажите, пожалуйста, будет строиться он, не будет строиться? А почему нельзя найти было место другое, на то же самое, четвертом ВПЗ? Моя база такая, что там, конечно, сотное здание. Нет, там не должно. Оно там. Излишне с архитектурной точки зрения и исходя из предпочтений, настроений людей, которые там проживают. Мы готовы подобрать компенсационные площадки, но должен подчеркнуть, что земля федеральная. Мы на нее имеем не так уж и много прав, практически совсем не имеем. Еще раз, значит, участие федеральное. В 2011 году была заменена зона, которая позволяет строить здание высотное. Но никаких разрешений никто не вдавал, никто там не приходил. Мы готовы такие компенсационные площадки взамен этой земли подобрать. В 2018 году никакой сроки там точно не придется. Еще один вопрос от жителей касался сноса незаконной автостоянки на пересечении улицы Осипенга и проспекта Ленина. Почему нельзя сейчас эту стоянку пока оставить? Почему ее уже убирать? Уже сейчас, в данный момент ее убрали. И негде поставить машину даже жителям. Если есть желание со стороны жителей, значит, по организации стоянки, давайте посмотрим. Там есть общественный совет, да? Давайте встретимся, посмотрим, какое это место подберем. Но вы понимаете, что если земля муниципальная, и вы там будете размещать машины, за это нужно платить соответствующие налоги в казну. На этих условиях мы готовы стоянки открывать. Горожане обратили внимание Олега Фурсова на состояние отдельных дворов и фасадов. Выражали недовольство рекламными объявлениями на столбах и деревьях. Все просьбы услышаны. Такие встречи с жителями глава города проведет во всех районах Самары. Ольга Морозова, Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.